Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Собственно, вместе с вами мы снова в прямом эфире разбираем события минувшего торгового дня и то, как они повлияли на основные торговые идеи, составляющие основу нашей спекулятивной деятельности. Сразу же хочется отметить, друзья, то, что сегодня у нас уже более-менее нормальные, стабильные, привычные торги, связанные с достаточной и обычной волатильностью. Вчера это было не так, все-таки праничный день, день Колумба в США и в Канаде, поэтому, как минимум, возвращение на рынок игроков должно изначально быть своего рода фактом, из-за которого сегодня движения должны быть более интенсивны. Хотя, признаться, вчерашняя торговая сессия, ее вялой точно нельзя назвать. Ну, может быть, опять же, с присутствием всех персонажей на площадках движения будут более интересные. К повестке текущего экономического календаря. День обещает быть немного обещающим, простите за тавтологию, в плане статистики. И вот единственное, что я сегодня еще необходимым выделить особо, это выступление Каролины Вилкинс, которая является заместителем управляющего банка Канады. Канадец в последние недели очень активно, собственно, двигается. Правда, в последние дни это движение не совсем то, которое хотелось бы нам видеть. К канадским долларом мы с вами активно торгуем в последние несколько месяцев. И, друзья, поскольку мы несколько дней назад перестроились, опять же, на ожидание скорого повышения процентной ставки, допустив, что, вероятно, именно это и нужно покупателям, то есть какие-то сигналы в пользу того, что ставки будут повышены уже в рамках, собственно, текущего месяца. 26 октября состоится очередное заседание канадского регулятора. И, разумеется, если сегодня от Каролины Вилкинса мы получим сигнал на того, что политика и как режим в целом будет ужесточен, у канадца появится хорошая возможность реабилитироваться за последние неудачные торговые сессии. Может быть, не хочется, конечно же, спугнуть сейчас покупателей. Может быть, удастся основу подобраться к поддержке 1.28. С учетом текущих уровней, ну да, крутовато, конечно, сейчас пара доллар-канадец находится на отметке 1.2950, то есть, в принципе, до отметки 1.28 нужно 150 пунктов. Но я все-таки не хотел бы умилять значимость вот этих ожиданий роста процентных ставок. Это серьезный фундамент. И если, к примеру, в рамках Федрезерва у нас есть ориентиры на куда более поздний период, это декабрь, то в отношении канадского регулятора это событие вот уже совсем скоро. Может быть, уже уместно закладываться, опять же, под длинные позиции. Тем более, что эти длинные позиции, как вы наверняка знаете, усилены поддержкой, связанной с соглашением трехстороннего формата между Мексикой, США, Канадой и, разумеется, высокими ценами на нефть. Да, котировки скорректировались, мы видели открытие с гэпом, но справедливости ради отмечу, что до тех пор, пока цены на бренд держатся выше 80 долларов за баррель, это супер мощный повод, из-за которого канадец имел бы полное право ролировать, не обращая внимания более ни на что. Но ситуация немного другая, мы признали то, что, скорее всего, трейдеры сейчас нуждаются в другом драйвере, может быть, обновленном, более актуальном, более интересном, и я предположил, что этим фундаментом может стать, опять же, перспектива повышения процентных ставок, о чем мы сейчас поговорили. Поэтому сегодня в 21.00 по московскому времени, немножечко будучи предвзятыми, мы дожидаемся выступления Каролины Вилкинс и надеемся услышать от нее, как человека, который будет говорить от лица Банка Канады, то, что повышение процентной ставки, это соответствует ожиданиям и является частью вот этой дорожной карты канадского регулятора, которая будет реализовываться вот дальше. Других событий, собственно, нету. Обычно во вторник мы еще с вами разбираем статистику по запасам нефти от американского института, но из-за того, что в понедельник в США был праздничный день, релиз от АПИ будет опубликован завтра. Я говорил, что все отчеты важные по выходу едут ровно на сутки вперед, поэтому запасы от официального ведомства, администрации, аналитической информации этот отчет мы будем анализировать в четверг. Нефтянка. Открытие с ГЭПом вы это наверняка видели. Лоу дня составил 82.66, сейчас актив уже повыше. При этом, друзья, меня очень интересовало то, что стало причиной, из-за которого на рынке в моменте доминировали продавцы, да и еще и продавцы, которые умудрились, опять же, притопить бренд до уровня ниже 83 долларов за баррель. Но вот вчера, к сожалению, к брифингу я не смог найти достаточной информации, сейчас, конечно, уже получилось это сделать. Вы знаете, на рынке сейчас стали активно обсуждать со ссылкой пока что на не совсем подтвержденную информацию о смягчении позиции США по иранскому вопросу. То есть, примерно неделю назад мы с вами пытались предположить, что же все-таки на рынок вернет продавцов, если говорить в контексте Штатов, допускали, что это возможная разкупорка стратегических запасов со стороны США, либо какой-нибудь хитрый ход Трампа, который действительно имеет несколько рычагов довольно серьезных влияний на то, что происходит на энергетической арене. И, пожалуй, самый крутой бы предлог, который мог бы спровоцировать распродажи, как раз и допускалось с нами, то, что некоторые, опять же, жесткие заявления, которые Трамп транслировал не только в адрес Ирана, но и в адрес тех, кто продолжает покупать иранскую нефть, мы предполагали, что эти жесткие заявления могут быть смягчены. И вот, вы знаете, именно так оно и получилось. Я не стал бы говорить то, что это 100%, это решение, которое уже принято, но давайте положимся все-таки на этот фундамент. Скорее всего, он взят не на пустом месте. В частности, со ссылкой якобы на администрацию Трампа, его лично, Соединенные Штаты Америки приняли решение смягчить позицию в отношении тех стран, которые по договорным обязательствам будут продолжать покупать иранскую нефть после того, как вступят в силу антииранские американские санкции, произойдет это уже 4 ноября. Ранее напомню, что Трамп грозился санкциями не менее жесткими, чем в отношении Ирана, против тех, кто после 4 ноября будет сотрудничать с Ираном, будет по-прежнему заключать контракты, соглашения на поставку иранской нефти на территории вот тех стран, которые будут нуждаться в этом осырье. А сейчас уже оказывается так, что Трамп допускает, что каких-то жестких истриций все-таки не будет. И вот на основании этого Индия уже сообщила о том, что в ноябре планирует купить около 9 миллионов баррелей нефти из Ирана. Ну, это соответствует примерно отметке 300 тысяч баррелей в сутки. И можем порассуждать, что если в конце концов вот это сообщение окажется не мулькой, то соответственно Европейский Союз, Китай, кто-то у нас еще из активных партнеров Япония, Южная Корея, не станут сильно пересматривать текущие договоренности и сохранят прежние поставки с территории Ирана. Поэтому вопрос о кризисе предложения, дефиците сырья, он уже совершенно не актуален. Я надеюсь, что хотя бы этому фундаменту для тех из вас, кто продолжает активно покупать нефть, этого фундамента будет достаточно, чтобы заставить вас остановиться на какое-то время и снова перезагрузить в сознание все, что есть, опять же, сейчас в плане новостного фона, способствующего больше распродажам, нежели чем покупкам. Но все-таки, даже несмотря на такой фундамент, друзья, логичный вопрос, почему же все-таки котировки пусть открылись с ГЭПом, но смогли выйти на положительную территорию в рамках дня и почему сегодня интересы к ним сохраняются. Я же отметил то, что логичный вопрос был ниже отметки 83 доллара за баррель, сейчас котировки 84.30. Два фактора локальных, можно сказать, форс-мажорных. Это взрыв на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Канаде первый и шторм, который уже перерос в ураган Майкл. Наверное, вы о нем слышали. Это ураган, который снова угрожает поставкам и добыче в Мексиканском заливе. Вроде бы как пик придется, опять же, на текущую, на торговую сессию, хотя для природного катаклизма нет такого понятия, как торговая сессия. Скажем, пик придется на предстоящие два дня. Возможно, в связи с этим мы сейчас должны все-таки допускать, что локальный спрос на нефть будет более выраженным, чем негатив, который может отыграться в долгосрочной перспективе. Но у нас уже появился серьезный сигнал, друзья, о том, что штаты начали предпринимать что-то, чтобы сбить, опять же, покупателей с их высоких позиций и заложить основу для коррекционной динамики. Штаты очень нуждаются сейчас в более дешевой нефти, потому что более дешевая нефть – это более низкая стоимость на топливо в преддверии промежуточных выборов. Не раз уже касался темы того, как портится настроение потребителей, когда растут цены на топливо. И эти, скажем, ценовые беды начинают увязывать с действующим президентским курсом Трампа. Но вот чтобы исправить ситуацию, конечно же, штаты сейчас должны быть более проактивными, потому что все-таки они заинтересованы в дешевой нефти гораздо больше, чем кто-либо другой. Если говорить вообще про прочие сырьевые страны, там уже совершенно другие интересы. Рубль против доллара 66,57. Соответственно, цели ясны. Мы ждем возвращения пары снова в район 70, понимаем, что произойдет, скорее всего, ближе к концу года, когда вступит в силу новый пакет санкций против России. Но если ориентироваться на более ранние сроки, это действительно может случиться. В том случае, если нефть начнет развивать нисходящую тенденцию гораздо быстрее, чем прогнозируется. Но в отношении нефтянки хотелось бы видеть ее дешевле вот уже сейчас. Доллар иена. Друзья, котировки 113. Ни в коем случае не стоит паниковать, связывать то, что произошло с этой валютной парой, исключительно со слабостью американца. Нет. Единственная причина, из-за которой пара доллар иена оказалась на текущих значениях, это рост японской. Йен из-за негативных настроений на мировых фондовых рынках, где лидером падения были площадки Китая, шанхайские. Их индекс просел больше, чем на 30,5%, даже около 4% потери. Это привело к росту курса японской валюты. Соответственно, по доллару можно сказать, что в рамках вчерашнего дня с учетом и опираясь на динамику индекса доллара он постепенно продолжает восстанавливать свои позиции, расти и даже притопил несколько позиций рисковых инструментов. В целом доллар и японская иена, друзья, долгосрочно у нас является валютной парой, которую мы покупаем в расчете на закрепление выше 115. Но если на рынке будут преобладать вот эти негативные настроения, они, знаете, даже начинают больше снова связываться с ростом напряженности в торговых отношениях с США и Китаем. Вроде бы как удается вот уловить вот этот негативный настрой в отдельных новостных сводках, в отдельных комментариях о том, что негативные последствия начинают уже прослеживаться. Вот вчера, кстати, на вебинаре большое спасибо тем, кто все-таки смог на те времена присутствовать. Мы разбирали, к чему в конце концов приведут вот эти торговые барьеры для Китая, как это скажется на инвестициях, на эффективности, на рентабельности производства, на найме, на заработных платах, на активности потребителей на темпах экономического роста. Мы, кстати, записи выложим, вот в самое ближайшее время можете посмотреть там. Сейчас очень много внимания действительно уделяется этой теме. Но я предлагаю особо на ней не останавливаться, потому что если бы была какая-то интересная конкретика, а не просто лишь факт того, что на этот риск стоит посматривать, я бы этой конкретикой с вами поделил. Все-таки нужно больше сейчас ориентироваться на фундамент, находящийся перед нашими глазами, это реальные цифры, статистика и в меньшей степени рассуждать опять же о реализации рисков, которые могут быть реализованы, но, наверное, не так скоро, как многие прогнозируют и допускают. В отношении доллара и японской иены. Очень важная сегодняшняя торговая сессия, важный уровень поддержки 113, друзья, нужно, чтобы пара устояла выше этой планки, потому что если этот уровень падет, возможно, будет даже целесообразно все-таки закрытие длинной позиции и ждать возможности купить повыше, чем уже 113, потому что такими стараниями и фондовым негативом из-за повышенного спроса на иену пару могут утянуть еще сильнее. То, что доллар остается в лидерах, это связано еще с отголосками, опять же, сильных данных по Non-Farm Perl. Вчера мы детально с вами разбирали, повторяться в целом не буду. Надеюсь, что вы уже уяснили для себя, что риторика американского регулятора, связанная с готовностью повысить ставки в декабре, она более чем аргументирована, ну, хотя бы даже последним отчетом по рынку труда, где уровень безработицы достиг минимального значения за последние почти 50 лет. Соответственно, рынок выявил всю рабочую силу, которая имеется на внутреннем рынке и теперь работодатели будут конкурировать за работников через рост заработных плат. Поэтому вчера я также говорил, что лично мое субъективное мнение, что темпы роста заработных плат к концу года действительно перевалят за 3%, и на основании этого мы будем минимум, к чему готовиться, это к еще трем повышениям ставки уже в 2019 году. Евро против доллара 1,15 котировки, европейская вальта в целом остается под давлением, не отпускает итальянский кризис, и если вроде бы как в каких-то новостных сфотках уже не так фигурирует тема дефицита бюджета, то наверняка те из вас, кто следит за фундаментом, могли заметить, как часто в последние дни говорят про долговой рынок Италии, который продолжает бить просто рекорды по доходности, ну соответственно высокие доходности облигаций явно отражают отсутствие спроса на эти бумаги. В общем итальянская тема, я называю итальянский экономический кризис, а может быть даже экономический политический кризис, не отпускает все-таки европейскую валюту и многие считают, что это довольно серьезный, крепкий, тяжелый якорь для евро. До разрешения этого вопроса у евро не будет шансов вырасти, но на какую-то существенную, скажем, величину. 100 с небольшим пунктом это не тот рост, на основании которого можно было бы говорить о серьезном фундаментальном позитиве. Такая динамика с забегом на долгосрока, то есть такие коррекционные откаты, они лишь, скажем, полностью укладываются в идею нормального поведения трейдеров и нормального поведения в плане перехода инициативы от одних к другим. Ну и в принципе техника это также можно объяснить. По европейской валюте я рекомендую действовать только лишь от продаж. В частности еще делая акцент не только на итальянский кризис, не только на контраст политика с Федрезервом, но еще и на слабую статистику. Вчера вышел отчет по промышленному производству в Германии, третий месяц подряд снижение, минус 0,3% с прошлого спада на минус 1,3%. Соответственно после трех месяцев снижения мы можем говорить о самой настоящей тенденции, которая должна привести к экономическому спаду. Поэтому я считаю, что в третьем квартале экономика Германии очень сильно не дотянет до показателей второго квартала, когда мы увидели расширение на 0,5%. И все это уже получается будет подпирать последнее в этом году заседание Европейского центрального банка с пресс-конференцией Драги, когда ему придется отвечать на вопросы, не передумал ли Европейский центральный банк вставать на путь, на который когда-то встал Федрезерва, начав ужесточать монетарную политику, повышая процентные ставки. Я думаю, что в конце концов ответ, наверное, устроит и тех, и других, и продавцов, и покупателей, но сначала он должен стать разочарованием для тех, кто искренне верит то, что Европейский центральный банк буквально в одном шаге от повышения процентной ставки. Но нет пока, друзья, оснований. Если бы мы не говорили с вами про геополитические риски, если бы мы с вами не говорили про ситуацию в Италии, может быть, я бы присоединился к числу тех, кто все-таки верит в то, что политика Европейского центрального банка очень скоро станет не мягкой, а жесткой. Пока что я в это не верю. Поэтому цели по евро остаются прежними. Мы ожидаем уверенного закрепления ниже планки 1.15 и ждем, что пара будет снижаться дальше. Фунт против доллара 1.3109 сейчас предлагаю сделку с целым лимитом отметки 1.3150. Нужно сейчас использовать все возможности, даже в виде локального отката, восстановления британцев для того, чтобы поймать хороший уровень и получить максимум профита, потому что уверен, в ближайшие дни на рынок снова придет негатив по Брекзиту. Этот негатив, как и на прошлой неделе, легко отправит пару ниже отметки 1.30. Австралийский против доллара лоу вчерашнего дня 0.7039 и снова мы не сделали цель. 0.70 сейчас котировки уже в районе 0.71 и снова подбешивает собственно эта валютная пара, особенно как тот факт, как активно сопротивляются покупатели вблизи данной поддержки. Я бы уже начал подумывать, что в случае возвращения сейчас пара вставлений против доллара к отметке 0.7050, плюнуть уже в нее, закрыть и без того нормально все-таки профит и уже думать о торговле в каких-то других инструментах. Ну, давайте пока следить за ситуацией, закрывать позиции, на мой взгляд, пока что не нужно. Все-таки будет еще одна волна давления на австралийца и надеюсь, что в этот раз удачно. По доллару канадца уже отметил. Мы ждем сегодня поддержки для нашей идеи покупки канадца от Каролины Вилкинса через ее комментарии о готовности и планах поднять процентную ставку в октябре. Завтра, безусловно, на брифинге мы поговорим уже по итогам. Ну, хочется верить, что завтра на брифинге мы сможем с вами констатировать уровни по доллару канадцу ниже, чем сейчас, чем те, которые наблюдаем на текущий момент. Это 1.2950. Что касается американского фондового рынка, то доходности трежерис, как многие считают, являются доказательством того, что время дорогих акций закончилось и, собственно, высокой капитализации индексов. Поэтому, с учетом того, что сейчас трежерис держится также на максимуме за последние 7 лет, выше отметки 3.2 и, скорее всего, продолжит расти в преддверии декабрьского заседания американского регулятора, я думаю, что американский фондовый рынок нужно продавать. Dow Jones, собственно, уже находится в продажах у нас с конца прошлой недели. Сделки я рекомендовал вам. Сейчас котировки 26 тысяч, практически 500 пунктов. Допускаю, что мы сможем в перспективе ближайших 2-3 недель протестировать поддержку 26 тысяч. И чем выше сейчас будет доходности трежерис, тем меньше будет шансов, собственно, у ключевых американских фондовых индексов вернуться к прежней траектории роста. Я не думаю, что с трежерис что-то произойдет в ближайшие недели. Напротив, я уверен, что они продолжат расти по доходности, получая поддержку от сильных макроэкономических данных из США. И, в частности, в этот четверг у нас отчет по инфляции, который, скорее всего, поддержит настроение покупателей доллара. Друзья, на этом, собственно, все. Удачной вам торговой сессии. Соответственно, увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире, так же, как и всегда, через перископ. Устанавливайте приложение на ваше мобильное устройство, находите в поисковике наш канал, а марки, сейс, собственно, присоединяйтесь к прямому эфиру. Ну, а для тех, кто просматривает записи, в принципе, ничего страшного. Мы стараемся выкладывать их довольно быстро, сразу же после эфира. Собственно, записи доступны на нашем канале на YouTube. Если есть вопросы, комментарии, пожелания, можете оставлять их прямо там. Друзья, на этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!